Вот так начинался у меня рождественский пост. Я запиралась в комнате и начинала делать заготовки для игры, которая помогала нашим детям провести с пользой, интересно и даже весело где-то рождественский пост. Мы очень старались нашим детям дать какое-то понимание того, что происходит. Дети маленькие, понять, что такое пост, для чего, куда он ведет. Для них это очень трудно. Мы объяснили так. Мы идем на день рождения к младенцу Иисусу Христу. А на день рождения надо ходить с подарками. Вот мы спросили, какие подарки мы можем подарить Иисусу Христу. Ну, дети, в общем-то, были в недоумении, что мы можем подарить Иисусу Христу, Господу нашему. И тогда мы предложили подарить добрые дела. Ну, а как выплатить вот эти подарки, чтобы они были видны, ощутимы и запоминались еще. Для этого я собирала обычные вот такие вот коробки из-под каши, из-под конфеты. В общем, все вот что картонного было такого вида и начинала, заготавливаясь квадратики. Очень много у нас накапливалось коробок из-под керкулесов. И не расчерчивая ничего, прям на глаз вырезала эти квадратики из коробок. Начинался наш тост. Вот дети начинали делать какие-то добрые дела, как только что-то сделать, там помоют посуду, вытрут пыль, полку какую-то прибил, еще что-то. Они ко мне приходили, я выдавала один квадратик, где сама писала вот это вот дело какое-то. Помыла пол. Нам подарили маленького очень щеночка, лайка сибирская, но он был такой жирненький, какой-то пухленький. А в магазинах у нас тогда сплошь продавались американские куриные окорочка, назывались окорочка Буша, не знаю, почему они так назывались, но и мы назвали нашу собачку толстенькую, щеночка Бушем. Этот щеночек вырос в огромного пса и его надо было кормить. И вот зима сибирская, иногда до минус 50, минус 40, минус 30, мы не замечали даже, но это было очень холодно, надо было одеться как следует, выйти на улицу с кастрюлей вот этой еды и покормить. Поэтому у нас этих карточек было очень много. Важно, что на этих карточках писались добрые дела, которые они делали так вот по просьбе, добровольно, а не те, которые должны были они делать по обязанности. То есть у нас был график мытья посуды, дети знали, когда кто когда моет посуду, это в карточке не писалось, это просто их была ответственность, уборка своих комнаток, кроваток. Это все не писалось. Естественно, не писалось, конечно, никаких успехов школьных. Это их зона ответственности, которая на них была. Если написано было, что помыла посуду, то это не очередь. И если кто-то приходил на кухню ко мне и видел, что у меня там скопилась посуда немытая, а знали, что девочка, которая должна была мыть вот после обеда, например, она задержалась в школе, у нее художка там или музыкалка, и кто-то вот добровольно мыл эту посуду. Тогда, конечно, я писала это как добрые дела. После чего я выдавала этот квадратика ребенку, и они бежали, складывали, у каждого была там или коробочка, или полка какая-то в столе, куда они складывали весь пост вот эти вот квадратики со своими, именно со своими делами. Когда уже приближалось Рождество, прямо накануне они приносили свои стопочки, садились все на пол, и я выдавала им всем иголку с ниткой, побольше такую иголочку для детей, чтобы им было удобно. Ну и в конце спичку я привязывала, чтобы можно было спокойно вот так вот нанизать гирлянду. Это тоже очень просто, быстро, главное, чтобы все было с одной стороны картиночки, с другой сами дела написанные. Вот это вот не поперепутать. Вот такая вот выходила гирлянда, она, конечно, была очень длинная, прямо от стены до стены в доме. С этой стороны у нас получались добрые тела, а с этой стороны очень красивая гирлянда яркая, разноцветная, радостная, праздничная. И уже там папу вместе с сыном развешивали в большой комнате. Такое праздничное было уже настроение рождественское, и все могли не только полюбоваться на эту красоту, но заодно еще почитать, что там написано. Люди очень удивлялись, когда читали эти дела и все время спрашивали нас, почему вы так часто кормите американского президента. Нам приходилось это объяснять. Дети пытались, конечно, сравнивать, у кого длиннее гирлянда. Мы это не поддерживали, потому что и дети все разные, и там возраст разный. Если взрослому уже человечку доступно много тел, то маленькому, конечно, не так. И занятость у всех разная тоже у детей была. Для нас, для всей семьи, неважно было, насколько у кого длинная гирлянда или, наоборот, коротенькая. Главное, что весь дом был украшен подарками Иисусу Христу, что мы и пытались как раз привнести в наш дом. Мы хранили даже из Сибири, в Москву привезли коробку с этими вот гирляндочками нашими запутанными. Всеми невозможно было решиться выбросить это все. Дети выросли и уже из семерых детей шесть образовали свои семьи. У нас уже почти 11 внуков, и вот в этом году я даже хочу опять к Рождеству найти эти гирлянды и развесить в большой комнате, потому что на Рождество мы стараемся с семьями наших детей, нашей семьей собраться и попраздновать вместе. Вот хорошо бы было, чтобы, увидев эти гирлянды, заинтересовались наши внуки, и мне, может быть, удастся с ними вот в эту игру поиграть уже на следующий год перед Рождеством. «Потому что, мне кажется, это настолько важно, когда есть живая такая вот связь, такое живое общение детей с Богом, чтобы жизнь верь была для них личная такая, радостная и интересная». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok